Чай в Архангельске Северная Русь любила побаловаться чайком, настоянным на травах. В летнюю жару он утолял жажду, согревал и лечил в зимнюю стужу, а после бани был просто незаменим. Липовый, земляничный, малиновый, смородиновый, мятный, шиповниковый, каких только не было. В 1638 году русский посол Стариков привез в подарок от монгольского хана государю московскому Михаилу Федоровичу четыре пуда сушеной китайской травки. А через сорок лет другой посол уже из Китая прислал такой же подарок. С Китаем Москва заключила в 1679 году договор о поставках этой травы в Россию. Ее стали называть по-китайски «чая». Архангельск узнал этот напиток в 1688 году, когда архиепископу Афанасию Холмогорскому гость Василий Груцин прислал фуд травы китайской с инструкцией по ее употреблению. Чай полюбился северянам, они оценили его приятный вкус и тонизирующие свойства. Тем более, что доставать его можно было в Архангельске. Все дороги в Москву из Европы середины 16 до начала 18 веков шли через Архангельск. 9 августа 1892 года в Архангельске было создано общество трезвости, а при нем через год была открыта чайная, в которой за сравнительно дешевую плату простой народ мог получать хорошего качества чай и, как говорилось в уставе общества, будет отвлечен от тех неудобств и соблазнов, какие встречаются в чайных притрактирах, где кроме чая продаются спиртные напитки. И самые места служат сборищем для черно-рабочего люда. Такие чайные стали появляться во всех уголках Архангельской губернии. Была открыта такая чайная и при народном доме в Соломболе. Выстроенное из дерева, стилизованное под древнерусскую архитектуру, здание украшало Соломболу. Но судьба его оказалась печальной. Здание еще во время строительства преследовали пожары. Несколько раз оно горело, а после очередного пожара его не стали восстанавливать. Активно завозить чай и кофе, самовары, чайную посуду, сахар и сладости в Архангельскую область начали в начале XIX века. А первые самовары появились в домах богатых поморов, служа признаком достатка семьи. А отсутствие самовара едва ли не означало нищету хозяев. В дома, где имелись самовары, по воскресеньям ходили пить чай. Интересно, что чай и кофе настолько прочно вошли в повседневный уклад поморов, что, как говорили, нищие просили подаяния не на хлеб, а на кофе. Сахар привозили большими кусками. И в хозяйстве держали специальные щипчики, по форме напоминавшие миниатюрный топорик. Часто заменой сахару становились леденцы Монпосье, которые привозили из Норвегии в больших жестяных коробках, хранящихся до сих пор в поморских домах. Стихотворение Александра Блока Глухая тоска без причины, И дум неотвязный угар, Давай-ка наколем лучины, Раздуем себе самовар За верность старинному чину, За то, чтобы жить не спеша, Авось и распарит кручину, Хлебнувшая чаю душа. Продолжение следует...